Врачей не хватает. С этой проблемой, пожалуй, сталкивались многие жители края. Она озвучивалась на всех уровнях. Впрочем, проблем в медицине достаточно, как и поводов для гордости. Накануне Дня медицинского работника поговорим об этом с министром здравоохранения Алтайского края Дмитрием Поповым. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. И начнем мы с кадрового вопроса. Еще в марте шла речь о выделении дополнительного миллиарда рублей для дополнительных мер поддержки медикам. Вот сейчас уже июнь. Есть ли подвижки? Действительно, комплекс мер, которые мы ранее реализовывали, позволяли, наверное, не системно в большей степени, а ситуационно управлять ситуацией в разных медицинских организациях. И вот здесь поручение губернатора, которое позволило нам разработать комплекс дополнительных мероприятий. Действительно, сумма порядка полутора миллиардов рублей на три года, средства краевого бюджета, которые позволят нам именно реализовать эти мероприятия. За этот период времени, вот с того правительства, на котором был представлен план мероприятий, мы вынесли изменения в программу развития здравоохранения. То есть это финансовый документ, который позволяет нам со второй половины года уже приступить к реализации тех планов, которые определены. Но более того, Виктор Петрович поручил и с инициативой вышел законодательный законопроект, который бы позволял определенные государственные гарантии перед медицинскими работниками сформировать, как, скажем так, возможность медицинскому работнику в сельских территориях, в городах получать гарантированные дополнительные выплаты за свой труд. Количество выпускников и количество убывающих из отрасли примерно одинаковое. И это не позволяет нам увеличить кадровый потенциал отрасли. Ну, пару, например, мероприятий, которые бы сегодня характеризовали эту программу. Первое. Мы усиливаем мероприятия, которые носят целевой характер обучения. Поскольку эффективность этих мероприятий, а это приход в государственные учреждения, как факт уже медицинского работника, составляет порядка 94-95%. То есть из 100 выпускников по целевой программе 94 или 95 человек возвращаются и трудоустраиваются. И акцент мы сделали на обучающихся на коммерческой основе. То есть мы сегодня имеем возможность за счет средств краевого бюджета переводить ребят, кто успешно обучается в медицинском университете, на бесплатную основу. А вот когда они обучались на коммерческой основе, это составляло 10-15%. То есть из 100 человек возвращалось 10-15 человек в отрасль. Это минимум, который мы получаем. Поэтому до 200 человек ежегодно мы имеем возможность переводить на бесплатность обучения. И мы уже опробовали эту меру, насколько она была популярна среди студентов. И в прошлом году уже 121 студент согласились, заключили с нами договора и перешли как раз-таки на бесплатность этого обучения. То есть мы понимаем, что ребята готовы. Аналогичная история не только у нас во врачебном персонале, у нас и по средним медицинским работникам тоже неблаго. И здесь акценты расставлены на фельдшерский потенциал, который мы должны усилить. Это фельдшера ФАПов, это фельдшера на скорой помощи, фельдшера в кабинетах неотложной помощи, поликлиник. Не только выпустить, обучить студента, будущего доктора или фельдшера, или медсестру надо. Но и надо, чтобы он укоренился в той медицинской организации, куда он трудоустроится. И сегодня большое у нас вот такое, большое движение среди медицинского персонала в части трудоустройства и увольнения. Здесь акценты расставлены на доплаты ежемесячные в виде таких гарантированных сумм для фельдшеров, как раз таки ФАПы, скорая помощь. И для, скажем так, остро-дефицитных наших специалистов, это терапевты-педиатры. По другим специальностям также мероприятия, и это в большей степени акцент на межрайонные центры. Хирурги, анестезиологи, акушеры, гинекологи, узкие специалисты, которые работают, также оказывая экстренно неотложную помощь за разъездной формат работы. Они страхуют, как правило, наши центральные районные больницы, где недостаточный уровень укомплектованности. И у них также доплаты до 10 тысяч рублей, мы ежемесячно планируем и будем это делать. Получается, главные горячие точки – это центральные районные больницы сейчас? Не всегда. Дело в том, что у нас уровень укомплектованности, например, по поликлиникам города Барнаула где-то даже хуже, нежели в центральных районных больницах. И здесь соблазны города, будем говорить, в виде частных практик, серьезных частных медицинских организаций, значимо выше. Это с одной стороны. Но с другой стороны, иногда уровень укомплектованности в ЦРБ выше, но если уезжает один специалист, то для района это потеря, может быть, даже 50% уровня укомплектованности. Вопрос, наверное, содружественный. Вот этим комплексом мероприятий мы пытаемся выровнять уровни дохода с нашими соседними регионами Сибирского федерального округа, чтобы, во всяком случае, у этих специалистов не ниже была зарплата. Ну и есть ряд федеральных инициатив, сейчас проходит «Пилот» в семи регионах России, которые как раз-таки нацелены на иную форму оплаты труда, работы медицинских работников. Я надеюсь, что как раз-таки за счет этого выравнивание между субъектами и переезды внутри России между субъектами минимизируется. А если коротко, то в чем суть, в чем подход? Подход сделать единый, ну назовем так, единый базовый уровень оплаты труда с какими-то отдельными региональными особенностями. Все это выровнит в какой-то степени, сразу скажу, вот эту сетку зарплатную между субъектами и стимулов, ну скажем так, ехать подзаработать в другой субъект, ну, наверное, станет поменьше. И это гарантирует уровень оплаты труда в разных субъектах. Где-то вот как у нас мы сегодня имеем оплату труда среди медицинских работников ниже, чем во всех субъектах Сибирского федерального округа. То есть это связано с уровнем экономики, с нашими социальными возможностями, которые есть. Вот за счет этого выравнивания мы надеемся, что все-таки изменится и оплата труда. Еще одна важная тема – это вакцинация, потому что в последнее время о ней мало что слышно. Люди вообще прививаются? Сегодня, наверное, это, если уж говорить, в большей степени эксклюзив. Это на самом деле расстраивает. Поскольку мы, наверное, не раз и сейчас будем говорить, нельзя исключить и шестую волну. Ну, поскольку, если смотреть на ситуацию в мире, то она действительно разная. У кого-то нет сегодня заболеваемости такой высокой, но у кого-то сегодня рост есть серьезный. И исключить возможность прихода невозможно. А вот в такой, скажем так, как называют, холодный период, когда нет заболеваемости, как раз это и есть период профилактической работы. И вакцинация одна из них. Мы видим реально меньше количества больных с тяжелыми формами, а те, кто вакцинировался. Есть, конечно, и такие, есть, конечно, и умершие, увы. Это не стопроцентная гарантия. Но это максимально возможная, так назовем, страховка от летальных исходов. Поэтому я и сейчас призываю, у нас работают все пункты вакцинации, в поликлиниках вакцины более чем достаточно у нас. И поэтому призываю сейчас воспользоваться этой ситуацией и прийти вакцинироваться. Сегодня в основном приходят люди, которые повторно вакцинируются. То есть у кого полгода прошло, мы повторно их зовем, и люди приходят, вакцинируются. Да, это количество минимальное сегодня. Сегодня нельзя говорить о том популяционном иммунитете, когда мы вот на таком ажиотированном, да, варианте роста заболеваемости имели порядка, ну, практически 60% вакцинированных в крае было от взрослого населения. Сегодня мы имеем порядка 35-34%. То есть иммунная прослойка, наоборот, снижается. Перейдем к вопросу лекарств. Потому что весной люди жаловались на нехватку их из-за санкций. Что сейчас происходит с этим? Ну, в большей степени, наверное, мы столкнулись с определенной нехваткой лекарственных препаратов в коммерческом сегменте. По льготным лекарственным препаратам у нас такого напряжения не было. И здесь предварительная работа прошлого года и закуп централизованный, который мы проводим, позволяет сформировать остатки и переходящие остатки. Поэтому пока у нас напряжения именно в льготном отпуске нет. По коммерческому сегменту в большей степени, наверное, столкнулись люди с, опять-таки, тем повышенным спросом и ожиданием людей о том, что не будет лекарственных препаратов. Люди закупались, будем говорить так уж, в аптеках на будущее. Сегодня на рынке, соответственно, этот дефицит покрыт. Ничего не случилось. То есть, более того, отечественная фарм-отрасль активно все-таки адаптируется к этому и основные направления закрывает. Ни один иностранный фарм-производитель не заявился о том, что он уходит с рынка. И у нас заключенные контракты, они сегодня исполняются. А что касается медицинских объектов. Уже есть такие, которые пришлось поставить на паузу строительством? У нас нет таких объектов. Есть у нас, наверное, в большей степени это связано с удорожанием строительных материалов. И здесь произошло у нас переосмечивание. И заново мы должны были зайти в госэкспертизу для того, чтобы, ну, и стоимость подтвердить уже на этот объект. Это было сделано до мая месяца. И у нас переоценены и фельдшерско-акушерские пункты, и врачебные амбулатории. И сейчас у нас документация на рассмотрении по, например, Смоленской центральной районной больнице и по задаче у нас в августе месяце выдать эту проектно-сметную документацию с иной, наверное, ценой, нежели чем иная изначально планировалась. ФАПы мы, по сути дела, все отторговали сейчас на заключение контрактов. В этом году у нас 18 ФАПов. Десять врачебных амбулаторий. Мы сейчас также проходим госэкспертизу. И по плану у нас до конца июня провести торги и в июле выйти на контрактацию уже. Из больших объектов у нас задача в июне месяце. Ну, это Минстрой. Это торги на крупный объект. Это хирургический корпус Центра охраны материнства и детства. Это 4,5 миллиарда рублей. Огромный объект и стоимостной, наверное, серьезный объект. Поэтому я надеюсь, что здесь у нас не пойдет срывы. Объект вырос в цене и вырос от изначальной практически более чем на 1 миллиард рублей. По статистике в краю пала младенческая смертность. Вот это повод для гордости? И какие еще поводы для гордости ждать в этом году? Я бы сказал, что да, это действительно повод для гордости. Почему? Потому что младенческая смертность – это такой интегральный показатель, который характеризует как акушерско-гинекологическую службу, так и педиатрическую службу. Как увязывает все уровни оказания помощи с уровня ФАПа до уровня нашего перинатального центра. И это вот показатель, который говорит о зрелости здравоохранения в России, в субъекте. И тот самый исторический минимум, который мы сегодня имеем – это сотружественная работа всего медицинского персонала. Своевременно поставить на мониторинг, определить группу риска для женщины, выходить тяжелого ребенка с массой чуть более 500 граммов. Это все труд наших медицинских работников, который позволяет это сделать. На фоне ковидной истории я бы не хотел, наверное, сегодня говорить о гордости в каких-то еще других направлениях, потому что демографическая оба, львы, она крайне высока. И наша задача всей сегодня отрасли – это удержать общую смертность. На фоне снижения заболеваемости ковида, найти новые подходы по снижению смертности в регионе. Ведь уж чего греха таить, и даже до ковида уровень смертности в Алтайском крае был один из самых высоких в Сибирском федеральном округе. И поэтому наша задача как раз-таки искать эти возможности. И сегодня мы сконцентрировались на работу с хроническими, так называемыми, неинфекционными заболеваниями, которые основной удельный вес и формируют общей смертности. Это наша организация диспансерного наблюдения. Наверное, из положительного тоже я бы хотел отметить, это тоже системная работа наших и университета, и наших медицинских организаций. Мы отметили в прошлом году увеличение притока работников в нашей поликлинике. То есть хоть убыль и состоялась, это совместно и со стационарами, но несколько укомплектованность увеличилась, поскольку основной доктор все-таки это доктор в поликлинике. Хотелось бы абсолютно, чтобы план мероприятий наш сработал, чтобы стимулы эти дополнительные сработали, чтобы люди, конечно же, получили своего лечащего доктора. Ну, на этой ноте мы и закончим. Спасибо большое за беседу. Спасибо. О ситуации в медицине накануне дня медработника говорили с министром здравоохранения Дмитрием Поповым. Увидимся.